Привет, Рома! Привет, Василиса! Замри! Руку можешь опустить. Это что еще за ритуалы? Зачем ты меня снимаешь? Снимаю мерки с твоей головы. Сейчас загружу их в компьютер и напечатаю твою голову на 3D-принтере. Это будет мой подарок тебе на день рождения. Голова 11-летней Василисы. А мне нравится. Давай. Так, нажимаем на кнопку и принтер начинает работать. Я не буду тебе много рассказывать про 3D-принтеры, но на них уже печатают человеческие органы для трансплантации и даже дома по миллиону долларов. Тут главное, что использовать в качестве ингредиентов. И что мы будем использовать? Мы будем использовать природный газ. Ну, то есть не совсем газ, мы будем использовать АБС-пластик. Ну, давай обо всем по порядку, ладно? Давай уж. А то я вообще-то считала, что газ это то, что на кухне в конфорке горит. Ну, это основа. И, кстати, газ без кислорода не горит. Так что в конфорке он загорается только, когда смешивается с кислородом. Но сейчас про другое. Смотри, природный газ – это не один какой-то элемент. Природный газ состоит из метана, также из этана, пропана, бутана, азота и множества других ценных компонентов. Например, из метана методом паровой конверсии выделяют водород. Из водорода и азота делают аммиак. А это и удобрения, и лекарства, и продукты питания. Да я уже вижу по твоему рисунку, что из газа можно сделать все, что угодно. Ну, почти все. Во всяком случае, для производства спутниковых антенн, авиационного титана, жидкокристаллических экранов потребуется гелий. А его производят из природного газа. Для работы аппарата магнито-резонансной томографии, сокращенной МРТ, тоже нужен гелий. Он там охлаждает магниты. Да чтобы сделать пищевые добавки, потребуется также и бутан. При производстве красок используется пропан. Из атана и пентангексановой смеси делают полимеры и пластики. Да уж, из пластика сделано почти все. Даже твоя голова сейчас тоже делается из пластика. Посмотрим, сколько напечаталось. Да ничего не напечаталось. Да, это долгий процесс. Давай, пока идет печать, покормим рыбку. Ух ты, какая красивая рыбка. Покормишь? Вот этими шариками? Сюрприз! Они тоже сделаны из природного газа. Не может быть. Корм для рыбок, поросят, коров. Вообще, все животноводство может в процессе перейти на еду из природного газа. Это называется биотехнологией. Кстати, саму технологию придумали в СССР. И с 1985 года у нас стали делать газовый протеин. Корм для животных, богатый белком. Наверное, для рыбок это вкуснятина. Да, меню у домашних животных все разнообразнее. В России, например, компания «Газпром» запатентовала штамм микроорганизмов — метаноокисляющие бактерии. Они перерабатывают метан и наращивают биомассу. По характеристикам круче всех известных промышленных штаммов. Мы тоже скоро будем это есть. В будущем еду из газа будут использовать во время колонизации других планет. Интересно. Космонавты это уже пробовали? А вот это ты пробовала? Здесь тоже есть газ. Это гидроксид аммония. Пищевая добавка. Делается из аммиака и воды. Аммиак, в том числе, и из газа. Ты еще скажи, что медицинская маска тоже из газа. Так и есть. Но ты должна понимать, что все человечество использует природный газ прежде всего в качестве энергоресурса. Знаю. Газом заправляют автомобили, автобусы и грузовые машины. Даже поезда и корабли. Газом мы согреваемся зимой. Газ подогревает воду, которая течет в наших домах по трубам. Электричество. Тоже газ. Ну что, готова твоя голова? Давай проверим. Кажется, это дело не быстрое. Совсем не быстрое. Именно поэтому я проделал всю работу заранее. Так вот, на изготовление 3D-модели твоей головы ушло ровно 2 дня, 5 часов и 47 минут. Ничего себе. Поэтому трекс, фекс, пекс. Василиса в миниатюре готова. Вау, классно. Такого мне еще никто не дарил. Да пожалуйста. Занимайтесь наукой, любите природу и пусть у вас в голове не будет пластика. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok